Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня обзор, который я давно собиралась делать. Все обещала, обещала, задолжала и справляюсь. Сегодня речь пойдет о моих любимцах из белорусской косметики от бренда Belor Design. У меня собралось от них столько всего достойного и классного. Я решила не просто рассказать, но и показать это все в нанесении. Ну что, поехали! Первое, чем я воспользуюсь, это тональный крем Nude Harmony. Это мое абсолютное открытие. Он идеально мне подошел. У меня комбинированная кожа, то есть по большей части она нормальная. Но есть какие-то цветовые нюансы, есть расширенные поры и сухие участки. И также мои поры довольно быстро забиваются. За счет того, что он идет на водной основе, он этого не делает. Я возьму всего одно нажатие. У него такая кремовая текстура. Оттенок у меня 201. И как мне кажется, он самый подходящий именно под мой цвет кожи. Иногда я распределяю его просто руками, иногда пользуюсь спонжем. Сегодня взяла спонж. Этот тональный крем имеет легкое к среднему покрытие и сатиновый финиш. Вы можете наслоить его в каких-то участках или же нанести кистью. Тогда покрытие получится поплотнее. Но мне нравятся тональные кремы, которые как бы не полностью скрывают мою кожу. Она просто становится лучше и общий вид более такой здоровый и отдохнувший. Мне очень нравится то, что я вижу сейчас в зеркале. Я скажу вам больше, когда я пользовалась им вне камеры и рассматривала первые разы при дневном освещении, я не могла поверить, что это реально белор дизайн. Я согласна с тем, что это универсальный тональный крем. По той причине, что он сияет, но это не влажное сияние. Он сейчас подсыхает. А именно вот такой отблеск очень ухоженной и здоровой кожи. Вы наверняка знаете, что я не люблю матовые, очень перекрывающие консилеры под глазами. Я всегда выбираю что-то полегче, более увлажняющее и скорее светоотражающее. У Белор Дизайн есть вот такой консилер. Называется он Soft Focus. У меня оттенок 103. Именно им я воспользуюсь для того, чтобы скорректировать область под глазами. Это консилер, который буквально растворяется в коже. Он дает легкое покрытие, но именно вот освежающий эффект. И он действительно похож на многие люксовые варианты. Я нанесла его чуть больше, но пусть вас это не пугает, потому что он такой вот буквально как консилер с кремом. И мне кажется, что он хорошо подойдет молодой коже, всем, кто любит естественные макияжи. И я закрепляю такие консилеры при помощи пудры и не знаю печали. Если у вас возрастная кожа, то гораздо лучше вот такого плана консилера смотрится именно под глазками, где у нас есть какие-то морщинки, заломы кожи, чем нечто такое, похожее на шпаклевку. Именно поэтому я отдаю предпочтение вот таким формулам. Смотрите, пока я с вами болтала, здесь все распределяла пальцем, со второй стороны консилер уже сам сливается с кожей, он как будто впитывается именно за счет своих увлажняющих свойств. Имейте в виду, что для съемки видео я нанесла его в большем количестве, но в такой настоящей жизни наносите его раза в два меньше. Тогда и средство не будет скатываться, и можно даже не использовать пудру. Если вам не нравится пудра под глазами, то вы без проблем разровняете его пальчиком в течение дня, и тоже все будет хорошо. Главное, что вашей коже будет абсолютно комфортно с ним. Прежде чем мы с вами продолжим с макияжем лица и со всем остальным, мне нужно срочно увлажнить губы. Сейчас я отвлеклась, потому что искала блеск, который часто в карманах одной из моих курток. Это блеск из линейки Party, он имеет влажный финиш и оттенок супер универсальный 6. Он и не липкий, если вам нравятся блески, которые вот нанес и побежал поверх какой-то помады в качестве самостоятельного средства. Это то, что надо. И пахнет он супер приятно. Какой-то такой легкой ненавязчивой ванилью. Очень красивый ненавязчивый нюд, если вам хочется чего-то поярче. Он коралловый, но тоже полупрозрачный. И летом, когда больше хочется бронзы, сияния, коралла вот этого, тоже обратите на него внимание. Блески супер достойные. Я вижу, что вот этого в оттенке 6 у меня осталось только половина. У меня тут случилась настоящая беда. Если помните, в влоге мы с вами распаковывали посылку, которая ехала ко мне издалека. Там была косметика Belor Design. И многие средства именно в пудровых текстурах разбились. Но это не помешает мне воспользоваться их пудрой. Это рисовая пудра под названием Final Touch. Она хоть и белая в упаковке, на самом деле она прозрачная. Имеет супер мелкий помол. И это вот действительно универсальная вещь, потому что она подойдет каждому оттенку кожи. Я хочу вам сказать, что на лице она вообще незаметна. Вот вообще. Но при этом она хорошо фиксирует макияж. И для меня это такой матовый финиш, который я на себе люблю. То есть это что-то, что как ластик стирает поры. Но это не такое неживое лицо. И это пудра, которая в составе имеет также тальк. Но на втором месте рисовая пудра. И ее должно надолго хватить. Я просто пересыплю ее в какую-то другую баночку. Для того, чтобы мне было удобнее использовать. Так как у меня теперь рассыпчатый вариант. Я прохожусь по тем зонам, где мне хотелось бы убрать блеск. Где у меня расширенные поры. Эта пудра просто, вы знаете, рабочая лошадка для фиксации макияжа. Или для того, чтобы убрать жирный блеск в течение дня. Также у Белор Дизайн есть вот такая крем-пудра. Я много ее пользовалась. Поэтому упаковка уже слегка потертая. Тон 404. Это цветная пудра, которая дает дополнительное покрытие. То есть, если вы наносите легкий тональный крем, но хочется, например, нанести на область бронзера или румян, чтобы это все легче растушевывалось. Можете воспользоваться этой пудрой. Или вам нужно еще больше покрытия где-то. То берете кисть, наносите или же спонжем наслаиваете. Мне нравится использовать эту пудру для закрепления теней, например. Или для того, чтобы почистить границу макияжа. То есть, вот такими движениями я как бы размываю вот эту грань между тенями и кожей. Для того, чтобы был красивый такой плавный переход в мой естественный цвет. Пудрочка хорошая. На все лицо я редко ее использовала. Но для каких-то точечных использований, для доработки макияжа это тоже супер вещь. Давайте сделаем брови. У меня тут, вижу, повторяются некоторые оттенки. Но это даже хорошо, потому что я нашла свой, который хорошо подходит мне для того, чтобы докрасить брови там, где их не особо много. Самый светлый оттенок в номере 201 подойдет тем девушкам, у кого светлые волосы, светлая кожа с теплинкой именно. Поэтому я воспользуюсь тем, который у меня вот уже открыт в номере 204 Ash Brown. Это классический тауповый оттенок. Я думаю, что он как раз подойдет большинству девушек. Карандашики восхитительные. Начиная с упаковки, мне очень нравится, когда со второй стороны есть щеточка для вычесывания, для такого более мягкого эффекта на бровях. И здесь тонкий грифель. То есть удобно именно делать волосковую технику. Но если вы хотите что-то посильнее закрасить, у вас также это получится. Он оптимальной жесткости. То есть не такой, который будет царапать веко, но и при этом он не слишком быстро расходуется. Я им пользуюсь какое-то время и он все еще у меня не закончился и выкручивается и выкручивается. Карандашам у меня нет никаких претензий. Для того, чтобы слегка подкрасить брови или наоборот нарисовать заново. Хороший вариант. И главное, что все получается быстро, без каких-то заморочек. Правда, слава богу, у меня сейчас с бровями все тьфу-тьфу-тьфу. Я еще хочу сегодня воспользоваться гелем для бровей цветным, поэтому я сильно тут карандашом орудовать не буду. Темненькие девочки, ну-ка скажите, каким оттенком пользуетесь вы, чтобы также другим зрителям было полезно. Потому что я всегда выбираю такие или нейтральные оттенки, или вообще самые светлые с оливковым подтоном. Вот видите, одна бровь готова. У меня сейчас дилемма, потому что мне уже хватит бровей, не хочется чего-то докрасить. А с другой стороны, у меня в руках самодостаточное средство, которое может буквально заново нарисовать брови. И меня также радует, что сейчас появляется все больше и больше средств, которые фиксируют вот так, как я люблю. Чтобы вообще брови не двигались никуда, ни в какую сторону. Это средство под названием Brow Maker. Я использую оттенок 14. Между прочим, когда он застывает, он становится чуточку темнее. Мне кажется, что этот цвет тоже подойдет большинству. Он такой универсальный серо-коричневый. В нем аккуратная маленькая кисточка. Вы можете прям хорошо прокрасить брови, сделать их более густыми. Придать им нужный оттенок, заполнить какие-то пробелы и также выложить в такую форму, как вы любите. Второй оттенок темнее. Это номер 13. И у него тоже нет ни намека на рыжину. Поэтому, если у вас темные волосы и брови, то на заметочку. Ну что, давайте скрестим пальцы, чтобы я не наборщила сейчас. Я еще раз повторю, что я очень много сняла с кисточки. Поэтому, поверьте мне на слово, что реально вы можете накрасить им брови с нуля. Сейчас тот момент, когда нужно остановиться, потому что начинаешь что-то поправлять, и потом уже смотришь, и ты снова Брежнев. Бомбическое трио для лица на все случаи жизни, если у вас светлая кожа в оттенке 1. Здесь матовый бронзера-скульптор, который не пятнит, ложится очень естественно. И он серо-коричневый, то есть и без вот этой лиловой, некрасивой, неживой нотки, но и не рыжий. Помимо этого, здесь еще есть румяна. Такие они освежающие, персиково-розовые. И без нарочитой, золотистой нотки. То есть, это скорее сатиновый такой отблеск. Я обожаю такого плана средства. И морозный хайлайтер. То есть, он скорее жемчужный. Я люблю золотистое свечение, но это не всем подходит. Поэтому, если хотите что-то универсальное и для светлой кожи, то вот вы однозначно не пожалеете. Сегодня же я воспользуюсь одним из скульптурирующих средств. Вот таких я тоже вам их показывала, но не демонстрировала именно нанесение. Это матовые скульпторы. У них правильные цвета. Все, как мы с вами предпочитаем. Если вы даже не умеете краситься, то у вас с ними все получится. Самый светлый оттенок для тех, у кого такой цвет кожи, как у меня, в номере 1. И это будет смотреться максимально натурально. Второй оттенок чуть потемнее. Он более насыщенный. Но с цветом здесь тоже все хорошо. И третий оттенок такой же бархатистый, но он потемнее. Вот таким образом наношу. Немножко здесь. То есть, видите, без каких-то заморочек, раз и готово. Как бы у меня сейчас не тянулась рука к румянам из вот этой палетки, потому что они действительно универсальные. Они вот к каждой помаде, которой бы вы не накрасились. Я же сегодня возьму вот такие румяна под названием Вельвет Блаш. Это сатиновые румяна. Они мягчайшие. Они очень пигментированные. Поэтому наносим легкой рукой. Снимаем, возможно, немного. Или берем супер пушистую кисть. Красивейший морозный оттенок 104. Это так здорово смотрится даже на загорелой коже и на светлой. И это именно сатиновый отблеск. То есть, они без блесток, но как-то вот преломляется свет. И за счет текстуры они как бы отражают дневное освещение или вечернее. И кажется, что у вас прям отполированная кожа. Это очень красиво. И если вы любите сияющие румяна, но текстура кожи не позволяет пользоваться сияющими, выбирайте именно сатин. И второй оттенок в номере 105. Это уже персик. То есть, такой тоже универсальный на самом деле цвет. Давайте воспользуюсь им. Как будто мы немножечко так подзагорели, подпеклись на солнышке. Но при этом с персиковинкой. Видите? Знаменитые запеченные хайлайтеры Smart Girl. Один из самых красивых, элегантных хайлайтеров, которые есть в моей коллекции. Один у меня забрала подружка, потом я снова заказала его. Мой оттенок это Tone 1. Он такой бежево-золотистый. И на самом деле это не такой хайлайтер, к которому мы даже больше привыкли. Потому что большинство, как мне кажется, выбирает именно влажное освещение. Но тут у каждого свои предпочтения. Мне же нравятся элегантные хайлайтеры, как супер сияющая сатиновая пудра. И здесь опять же нет никаких отдельных блесток, даже для того, чтобы подсветить какие-то участки лица. Если вы хотите сделать красивую ровную тушевку, я иногда использую в качестве сатиновой сияющей пудры. Именно по границе макияжа глаз прохожусь. То есть смотрю, или у меня сияющий макияж, или матовый, или пудра, или даже этот хайлайтер в качестве пудры. Есть и второй оттенок. Он уже с розоватым подтоном. Он чуть светлее. Это Tone 2. Мне его прислали, у меня его никогда не было. Но все же мой оттенок это Tone 1. И я думаю, что он будет у меня всегда. Это хайлайтер, который меньше подчеркивает текстуру. Я нанесу его на выступающие части. Это эффект дорогой кожи. Красим реснички. У меня были две туши, которые уже закончились. Одна из них Maxi Mission. Она придает объем. Такие супер черные реснички. Я крашу только верхние. И у меня эти туши не осыпаются и не отпечатываются. При этом очень хорошо прокрашивают. Все эти туши с силиконовыми щеточками. Maxi Mission с такой неизогнутой, более классической. Обожаю тушь корсет. Black корсет на самом деле. В розовой упаковке. Очень она прикольная. Такая стильная. И здесь щеточка. Вот типа как елочка. И она очень хорошо захватывала ресницы. Прокрашивала ее до конца. И для меня это был эффект именно на день. То есть она и разделяла, и придавала длину. И такие прям кукольные ресницы. Как-то во влоге тоже показывала ее. Сейчас же я использую тушь Viva Selecta. Надеюсь, что правильно. И для моих чувствительных глаз она тоже хорошо подошла. Здесь большая изогнутая щеточка, которая прям вот захватывает ресницы от корней. И как бы вытягивает их кверху. Хорошо держит завиток. Даже подкручивает их. Суперски разделяет ресницы и удлиняет. Фавориты очень многих. Это жидкие металлические тени. Я с вами в одной команде. Макияж глаз у меня сегодня будет супер простым. Эти средства обладают самой насыщенной пигментацией. У них красивейшие оттенки. И на мне они хорошо держатся даже без базы. Мои любимые цвета, которыми я пользуюсь регулярно. Это вот такой шампань с золотинкой, серо-коричневой, песочной и розоватый, пионовый. Покажу вам сводчи. А сейчас навеки нанесем вот этот шампань. Их можно использовать в качестве самостоятельного средства. Или же в виде подложки под последующие тени. Возьмем матовый скульптор, который мы наносили на лицо. И слегка оформим складку. То есть скульптор вы можете использовать и в виде теней. У Белор Дизайн также есть хайлайтеры, которые дают влажное свечение. Если вы любите такие, то вот они. Первый из них такой жемчужный, универсальный, опять же, в тоне 1. Второй с золотинкой в номере 2. И третий с розовинкой, соответственно, в номере 3. Я беру хайлайтер в номере 2 и добавляю в уголок глаза. Я считаю, что глаза с этими средствами просто шик и блеск. Помимо жидких металлических теней, мне еще и нравятся подводки. Сегодня я не буду красить стрелки, но если вы ищете хорошую подводку, то тоже присмотритесь. С черной все понятно. Она насыщенного цвета, как и все остальные. Но то, что мне нравится в них всех, это кисточка. Она не слишком длинная, она пластичная и очень просто можно нарисовать стрелку. Я не часто использую именно маркеры, мне гораздо удобнее вот такая, типа как классика, тоненькая кисточка, которая состоит из волосков. Но они не расширяются, у нее хорошая величина. То есть, хоть тонкую, хоть широкую стрелку, нарисуйте любую. Черная это классика. Вторая подводка коричневая, если вы хотите что-то менее яркое, но все равно заметное. Шоколадный цвет, это тоже беспроигрышный вариант. И то, что меня удивило, я вчера ходила с синими стрелками в воскресенье, это не просто синий яркий цвет, он очень-очень глубокий. И даже при первом взгляде на вас, никто не заметит, что это синяя подводка. Но если у вас голубые глаза или если вы хотите поиграть на контрасте, эта подводка способна подчеркнуть радужку ваших глаз. И еще один сливовый цвет. Когда они застывают, они становятся чуточку темнее, но под все возможные такие лиловые какие-то смоки или просто даже к такому макияжу на самом деле можно накрасить такую подводку. У меня все подводки хорошо держатся, я не плакала вчера, и глаза не слизились из-за аллергии, и все тоже хорошо носилось. Ну и наконец-то мы с вами переходим к последней категории, это средства для губ. Их у Белор Дизайн тоже много, прям хороших. О блесках я сказала. Следующие это вот такие помады, также линейка Party. Их у меня две, одна в более холодном, таком слегка лиловом оттенке. Это неон, подождите. Вот такой, кажется сначала сероватым, но когда наносишь, это холодный полупрозрачный кремовый нюд. И эти помады также с ухаживающими свойствами. Я же сегодня накрашусь помадой в оттенке 140, предыдущая была 137. А 140 это такой универсальный, ну не то чтобы нюд, это мои губы только более насыщенные, более красивый цвет, но естественный. То есть если вы не любите бежевые, коричневатые, хочется чего-то именно с цветом, возьмите эту. Потому что они все приятно пахнут и классно скользят по губам. Вот, я же вам говорю, естественный оттенок губ. Ну красота же, правда, такой оттенок еще попробую найди. И это кремовая помада, она супер комфортная. Конечно она не мега стойкая, это не так, что с утра накрасился и до позднего вечера она будет на губах. Но зато вы можете забросить ее в сумочку и в течение дня поправлять даже без карандаша. Очень кайфовая. Я сейчас вот достала ее, наконец-то из коробочки для обзора и смогу продолжить краситься. Класс! Далее сатиновые помады в карандаше. У меня два оттенка. Первый из них это классическая пыльная роза номер 12. Тоже супер универсальный оттенок, который очень многим подойдет. Если же вы предпочитаете что-то более карамельно-нюдовое, то это тонн 10. Они очень хорошо и просто наносятся. Опять же они удобны в использовании, потому что ты выкручиваешь, тебе не нужно переживать, что эта помада сломается, их надолго хватает. И последнее это жидкие матовые помады. Они супер стойкие, они застывают, высыхают в полный мат и держатся очень долго. Прежде чем вы воспользуетесь такими средствами, обязательно хорошо увлажните губы. Или если под конец дня где-то вы почувствуете сухость, то воспользуйтесь какой-то прозрачной помадой, блеском или же топером. У Белор Дизайн тоже есть прикольные топеры, такие сияющие. Мне понравился светлый оттенок, такой нежно-розовый. 223 и красный цвет перца. Вы знаете, что я фанатею от таких цветов. Если уж выбираю красный, то такого формата. Это 201 современный секси красный. И пигментация у них очень хорошая. Они не требуют использования карандаша. Посмотрите, как это ярко. Это хочется красить. Даже настроение с ними лучше. Вот такой макияж глаз, как сейчас у меня, или просто реснички, такая помада. Это так стильно. Я не могу. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Если да, то не забывайте поставить пальчик вверх. Я буду очень благодарна вам за обратную связь. Я старалась как можно более подробно все рассказать, более наглядно все показать. Вы обязательно делитесь со мной своими любимцами от бренда Белор Дизайн. Я постараюсь как-то раздобыть эту косметику. Она у нас, к сожалению, не представлена. Но тем не менее, я всегда с огромной радостью пробую. И я безгранично рада тому, что есть столько достойных и при этом недорогих средств. На этом мы с вами прощаемся. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.